Всем добрый день. Меня зовут Ташков Денис. Спасибо, что пришли. Я не думал, что будет такое большое количество любителей посмотреть скрины с iWO. Но приступим. Собственно, буду рассказывать сегодня о CVE-2021-27223, которую нашел в ряде продуктов лаборатории Каспенского. Немного обо мне. Я работаю в институте системного программирования Российской Академии Наук имени Викторовича Иванникова. На текущий момент разрабатываю продукты для безопасной разработки программного обеспечения. Есть ряд CVE в ASUS, ICT или, собственно, в продуктах лаборатории Каспенского. Ну, о чем пойдет сегодня речь? О том, как нашли акции. На самом деле, сам поиск представлял себя больше решение какого-то ZDF, чем классический листерчок по поиску уязвимости. Расскажу о том, как производить реверс ВТМ гайлеров. Буквально пару слайдов. То есть поможет быть не все в курсе с этой тематикой, чтобы примерно уравнять понимание. О том, как обходить ряд механизмов безопасности, которые были встроены в продукт. Ну, в модуль продукта. Как подготовить все необходимое для proof of concept и, соответственно, какие-то краткие итоги, чтобы, может быть, подсказать, как в дальнейшем избегать таких проблем. У меня большой дисклеймер, мне кажется, он классический, что все, что найдено относится к продуктам лаборатории Касперского до июня 2021 года. И, соответственно, это все было запатчено в июне 2021 года. И вся дальнейшая информация будет до соответственной июне 2021 года. Итак, вообще на что это CLE и как мы наткнулись на те проблемы. При подготовке каких-то материалов для другой лекции наткнулись на один из девайсов на операционной системе Windows с названием KEMU47. У него был полный доступ из юзер-кодного режима на чтение и запись. И этот, собственно, девайс был создан драйвером с названием KEMU64. Собственно, с этого вся история началась, потому что если... Ну, такая концепция, что если видишь девайс, у которого есть доступ на чтение, запись, исполнение юзер-кодного режима, и этот девайс, например, не относится к модулям операционной системы Windows, а к каким-то сторонним вендорам, то это однозначно стоит посмотреть, потому что наверняка будут классические боли, которые встречаются у 90% вендоров. Так, небольшое интро в реверность драйверов. Буквально пару слайдов. Собственно, рассказ мне идет о WDN-кроверах, потому что тот драйвер, который мы называем, относится к их классу. Классическая точка, с которой начинается выполнение, называется драйвер, и, собственно, с нее начинается анализ драйвера. И один из документов, который является наиболее важным, и он как раз таки будет наполняться всей этой необходимой информацией для корректного функционирования драйвера, это структура драйвера . В рамках инициализации обстата работы драйвера производится инициализация ряда полей этой структуры. Одни из таких полей — это Major Function. В котором все поля заполняются, ну, ряд полей заполняется указателями на обработчики тех или иных пунктов от QS-пакетов. Про них я расскажу чуть попозже. Но факт в том, что это те функции, которые будут вызываться при поступлении того или иного типа пакета, и будет выполняться функционал в них заложенный. Для того, чтобы возможность, ну, так как их количество ограничено, но драйвер должен хотя бы нам помогать поддерживать набор различных кастомизированных функционалов, есть такой тип функций, как IP, FG и Put-down-put-control. IsoIoC3. Собственно, смещение вот этой функции, позиция этой функции в этой структуре драйвер-object как раз-таки находится в размещении 0xE0, и указатель на эту функцию, которую переименовали как IsoFDL, будет основной целью нашего анализа. Ну, потому что в нем выполняется весь непостивизированный функционал. Ну, вот так же создаются, соответственно, символические ссылки, назовем их так, времена, через которые возможно обращаться через API-музовы к девайсу нашего драйвера. Ну, а девайс, собственно, есть вот интерфейс, который позволяет нам взаимодействовать с драйвером. Разработчик, ну, а мы, соответственно, его потом близим. Итак, я вскользь упомяну про reboot-out-request-пакеты. Это такая структура в ядре, которая заполняется во всеми, которая при поступлении запроса на требоприобращение с юзер-мода в драйвер, с драйвера в драйвер, она заполняется необходимые поля. Там их большое количество, нам интересны только, например, в рамках данного анализа это поле reboot-out-out-control-code. Это числовое значение, оно, на самом деле, имеет более расширенную семантику, чем просто число, которое позволяет определить, в какую часть кода уходить и какой код выполнять. Но по факту там передается тип девайса, тип буфера, тип доступа, но на этом сейчас зацикливаться не будем. Также в рамках данного типа запроса, со значением, которое здесь указано, еще передается размер входящего буфера, размер выходящего буфера, и указатель на пользователей скинуть на буфер, который будет заполнен теми данными, которые мы передаем драйверу, соответственно, для выполнения какого-то нашего функционала. Собственно, сам функционал я буду делить на куски, потому что он довольно большой, соответственно, как будут проходить те или иные референсные точки, буду просто кусками кода вытаскивать, чтобы потом не выкидывать большую пустую кода. Ну, собственно, для того, чтобы работать с девайсом, обращаемся к нему через ipi-create-файл, через название этого девайса . А для того, чтобы передать обмотал под контрол, используем ipi-device, обмотал под контрол, в котором два момента нам наиболее важны при текущем понимании. Это вот как раз таки то числовое значение, по которому понятно, в какую часть функционала уходить. И, соответственно, packet — это те данные, которые мы передаем из юзер-мода, они как раз таки в процессе понимания того, как работает узин и драйвер, будут заполняться. Так как занимаемся в основном SDL, то некоторые подходы просто у нас автоматизированы, и всегда стараемся попробовать наши продукты, поэтому постараемся, например, запускать все на фазе. Как бы, в принципе, причем здесь драйвер и фазинг, но если, например, небольшое количество импортируемых функций, то их можно, в принципе, перенаправить на то, что возможно выполнить в рамках той системы, на которой будет выполняться сессия фазинг. Ну, например, то есть там, чтение работы с сетью, чтение с жесткого диска, что-то такое прямо низкоуглогневое, можно все перенаправить через чтение из файла и спокойно запускать это во всем на фазинг. Это адрамировано было на WinFight. Для меня здесь ссылка, собственно, на доклад, который читали по этой теме. Кратко в чем суть, что врезаем основные секции, такие как код-дата, все это свинковываем, например, с каким-то нашим исходным кодом, в котором мы можем передать управление на необходимый участок, заменяем те импорты, которые просто не реализованы в контексте того, где будет запускаться фазинг и стартуем. Остается это делать без превеса для того, чтобы проверять, что инструмент поддерживает те или иные функциональные возможности. В данном случае, к сожалению, неудача, потому что видели, что просто не растет прирост по покрытию. Оказалось, что, забегая вперед, что данные между user-модом и kernel-модом, которые передаются, они шифруются. Собственно, ну, так как случайно вообще всплывает на цельный анализ, все хотел быстро-быстро посмотреть, понять, вообще стоит ли этому уделять внимание, весь дальнейший анализ как раз так и будет направлен на рассказ, как быстро получилось зарелизиться время и получиться в этот статкл. Первая проблема, как обойти это шифрование. Слева получается полграф функции, которая отвечает за расшифровку внутри драйвера. Много базовых блоков, видно, что есть циклы, очень не хотелось тратить на это время. Поэтому, получается, ну, функция, которая между 2 справа на участке кода, которая святая из декомпилятора. После расшифровки производится сравнение двух полей внутри расшифрованного бунфера со строкой 3.4.7. В принципе, ну, это как референсная точка, через которую можно поискать среди окружения, пинарей и ульзимового драйвера и посмотреть кто-либо из юзер-мода, кто именно из юзер-мода обращается к драйверу, и, возможно, кто-то из них готов, ну, как раз таки подготавливает этот буфер, попытаться с ним что-то сделать. Ну, собственно, это такой план, что находим юзер-модный модуль, который общается с драйвером, который подготавливает входящий буфер для API-мозера, девайса, паталла под контролл. Находим тот код, который отвечает за шифрование, патч его, что-то нагружаем, если необходимо, передаем на него управление, по выходу забираем то, что нам нужно. Довольно быстро, без заморочек, с реверсом, алгоритмом шифрования. Ну, собственно, действительно так и получилось, что грэпом или яро-правилами, ну, тут, на самом деле, все еще проще находится модуль, который называется cloud-мпу.кдм, который по факту динамическая библиотека, но в продуктах лаборатории они очень любят переменовывать расширение. Под какие-то свои, наверное, внутренние цели. Ну и, собственно, та часть кода, которая как раз таки по факту через функции st.cpi формирует вот те поля, которые проверяются в пакете, который приходит из user-мода в kernel-мод. Тот вот дебул 47. Ну, получается, слева здесь картинка как раз таки по списку того, что мы уже сделали для того, чтобы обойти это шифрование. Слева здесь картинка того, что мы просто где-то посреди этой функции готовим пролог стега, для того, чтобы не заморачиваться и понимать, что на самом деле функция для подготовки вот этого пакета делать. Мы можем только то, чтобы мы смогли передать в нее какие-то данные, которые нам интересны для того, чтобы стриггерился нашим функционалом. Поэтому где-то посередине этой функции готовим пролог, чтобы она корректно отработала. То, что не нужно просто топой, потому что там, ну, понятно, какое-то количество функционалов, что мы дерзко врываемся в поток выполнения и, соответственно, что-то может поломаться. А результат забираем по итогам на возврате из этой функции. Собственно, ну, вот так и есть кусок Google Concept, что мы подгружаем этот клавер на BDL, как эта библиотека DL, передаем на нее управление, где-то вот внутри вот это размещение той функции, которая была показана выше, ну, на предыдущем слайде, и готовим тот набор аргументов, которые ей необходимы для того, чтобы корректно отработать. Вот как раз таки о том, что это за аргументы, как их подготовить и речь пойдет дальше. Но, в принципе, то есть не пришлось первое заниматься анализом, что делает это шифрование, потому что это 100% боль, которая может свестись к тому, что придется отлаживать, не понимать, что почему не работает. Поэтому вот так вот, в принципе, возможно использовать, если есть какая-то компонента, которая формирует это шифрование, и просто переиспользовать, и даже не разбираться, что там внутри происходит. Ну, теперь, собственно, перейдем к тому вообще, что делает этот драйвер и почему он вдруг уязвим. Слева также колграф того, что... Просто показать, что вот основная функция, которая отвечает за обработку пакета, которая пришел из юзер-мод в темном моде, она довольно большая. И тоже хотелось быстро понять, что происходит. И смотрели вообще цель в утилетике какое-то внимание. Получилось зацепиться за три здесь референсные точки, которые по факту дали понять, что происходит внутри драйвера, и попытаться как-то на него повоздействовать, чтобы выполнить то, что мы хотим. Первая точка — это реинициализация церкви-регистра. Я по каждому из каких-то вещей специфичных потом объясню, что это. И реинициализация локальных и глобальных таблиц-дескрипторов, и функции, которые идут... Ну, два импорта, которые идут парами. Сначала идет выделение памяти, а потом идет определение юридического адреса. Собственно, три этих пункта довольно быстро смотрим, потому что импорта, во-первых, мало, во-вторых, ну, не специфично для... Как мне... С моего опыта не специфично мне показался функционал. Ну и, собственно, с них можно было раскрутить, что вообще происходит с этих моментов. Ну, здесь, собственно, две картинки сайты. Слева как раз-таки те функции, которые идут парами, что сначала идет локация, а потом идет выделение физической... Ну, определение физического адреса, что было выделено, и это значение отводится куда-то внутрь служебной структуры. Ну, потом, в дальнейшем, после возврата, идет какую-то служебную структуру, а потом как-то это значение переиспользуется. Ну, а справа получается кусок хода. Как раз-таки, наоборот, которого мы видим, что у нас идет переинициализация регистра CR3, переинициализация всех регистров, связанных с сегментами, и передача управления через return FQ. То есть, получается, что мы сначала забираем сегмент, потом забираем значение регистра сегмента, потом забираем новое значение EIP регистра. Ну, собственно, пример того, как вот эти функции используются, связанные сначала с делателем, потом определили физическую память, то есть мы это все складываем куда-то в каких-то смещениях, внутри каких-то служебных структур. Получается, сама функция в качестве аргумента приходит, куда положить значение физического адреса, а сама возвращает адрес виртуальную. Как и помню, в предыдущем слайде, что регистр CR3 инициализировался из освещения плюс 0x1. Ну, собственно, как раз-таки вот это значение регистра CR3 инициализируется таким способом через виртуальную память, а кладем через выделение, а потом определение адреса физического. Это значение кладем как раз такими-то освещениями. Ну, в принципе, на самом деле, это основное понимание того, что происходит, потому что эта структура потом, ну, вот этого подхода будет переиспользоваться, и примерно уже становится понятно, что происходит. То есть еще раз продублируем. CR3 — новое значение, UBTAG — это новое значение, значение IP и SP из другого базового адреса, то есть это видно, что, ну, явно, ну, из других значений. Собственно, план такой, чтобы посмотреть ADC и XF на вот этих вот функциях, из которых сначала выделяется виртуальная память, а потом выделяется ее физический адрес. Ну, и одна из таких функций, она, в принципе, работает с новым значением, ну, со значением FFC00. Просто расскажу, что дальше с этим происходит. Ну, еще один слайд из, собственно, из куска кода. То есть мы видим, что вот это значение, которое было выше обозначено, оно смещается на 30, и потом оно используется как индекс внутри такого-то массива, в который окладется как раз таки физический адрес выделенного нами адреса. Просто, на самом деле, вспомнилось, что вот с этими вот смещениями, с выделениями, с переименованием, с переинициализацией регистра CR3 знакомая картинка с тем, как происходит трансляция линейного адреса физического. Собственно, вся соль как раз таки и говорится, что мы вначале инициализируем регистра CR3. Ну, это картинка из Intel-документации касательно как раз таки блока, связанного с трансляцией адресов. И, например, к посмещению CR3 мы видим, что... Ну, это посмещение, то есть посмещение 30, на которое мы смещали вот это наше значение адреса, лежит указатель на page directory по Entertable. Ну, собственно, становится понятно, что, скорее всего, основная задача будет как-то подготовить таблицу адресов для того, чтобы в дальнейшем передать на какие-то кастомные виртуальные кресла управления. Как-то лишь выяснится на тот год, который вы хотите. Так, ну, собственно, все остальные также структуры посмещения, они будут появляться, они сейчас обращают небольшое внимание. Но самое главное, то есть мы понимаем, что для того, чтобы каждый элемент вот этого линейного адреса представляет из себя 9p, и, соответственно, сам размер записи внутри таблицы равен 8p. И за счет вот этих вот сдвигов мы можем определять как раз таки смещение внутри одной таблицы, смещение внутри другой таблицы, и по итогам прийти к непосредственно физическому адресу, который мы хотим уложить датами, которые нам интересны. Ну, вот, собственно, картинка, как готовится адрес с... тот, который уже я обозначал в акции 0.00 при смещении на 0.01, да и есть на 30. Мы получаем смещение... Я буду щелкать влево-вправо, для того, чтобы более наглядно было. Внутри как раз таки таблицы page directory по entertainment. Ну, например, для того, чтобы... Это как адрес статический. Для того, чтобы не каждый раз не сдвигать, не определять. Скорее всего, просто компилятор посчитал, ну, с оптимизацией посчитал, что проще, например, записывать константные значения, ну, для того, чтобы, например, положить куда-то относительно таблицы, ну, освещения в page directory, мы просто используем константную 0xff0, потому что запись у нас равна 8 байтам. Сдвигаем, получаем, умножаем. И как раз таки это и есть значение внутри этой таблицы 0xff0. Ну, то есть таким образом просто идет подготовка адреса, который будет передано в управлении. Ну, плюс, не хотел бы готовить стек, так как значение его тоже видоизменили на какое-то... ну, на другое значение. Соответственно, для него тоже не хотел бы готовить таблицу адресов. Здесь пример, ну, на слайде я отобразил, как это происходит за счет математики. Просто сдвигаем из-за одну, в зависимости от того, в какую таблицу хотим положить. А снизу, вот эта вот картинка из декомпилятора, как раз таки это продолжение вот этого предыдущего куска, что при смещении, ну, получается, что таблица page table entry, какая она получается предпоследнего уровня, при смещении получается значение 0x11, так как размер записи 8 байт, укажаем на озере, и нас таки получаем то необходимое смещение, в которое положим все необходимые значения для того, чтобы корректно транслировать новый адрес стека. Также мы видели, что происходит переинициализация регистров сегментных. Немного обратимся к мануалу от Intel, в котором говорится о том, что есть скрытая часть регистра сегментных, в котором мы определяем индекс, ту таблицу, из которой набрать значения, то есть это global descriptor table или local descriptor table и управитель привилегий. Ну, есть закрытая часть, которая как раз таки определяется базовый адрес сегмента, его пределы, тип, ну, то есть в зависимости от того, какие флаги и значения на запись на выполнение будет определено это регионус сегмент кода, данных. Собственно, эта часть также переобределяется вот в рамках для тех сегментов, которые потом в дальнейшем будут использоваться. То есть вот через инициализацию обозначения, здесь я в складе обозначил, собственно, при той математике и при тех смещениях можем понять, что здесь есть как минимум два сегмента, сегмент данных и сегмент кода, что базовый адрес у сегментов 0x00 на лимит, ну, собственно, fffff. То есть получается, что модель здесь здесь следующий образом, что как на protected code называется, что у сегмента кода свои access, ну, разрешен у нас чтение и на выполнение, а во всех остальных сегментах разрешение на запись и на чтение. Ну и, собственно, получается, что вся схема для того, чтобы транслировать наш логический адрес в линейный и физический, она подготовлена. То есть у нас есть сегментный сегмент, который обращается к глобальной таблице дескрипторов, получает границы нашего сегмента, кода или данных, и потом это все транслирует в линейный адрес, который, соответственно, транслируется в адрес физический. Ну и, собственно, как происходит передача управления? То есть видим здесь, что вначале мы кладем на стэк значение нового сегмента, который мы уже подготовили заранее в таблице глобальных дескрипторов, значение нового регистра EIP, потом это все просто достается со стэка и передаем управление на самом деле на участок, который лежит буквально в ближайших адресах от того, на что мы хотели передать управление, то есть вот здесь подсвечены адреса, главное, последние три цифры, то есть это 180, как мы видим, оно совпадает с тем, на что мы передаем управление, потому что на самом деле там выше по коду была также подготовка для того, чтобы корректно вот как раз таки транслировались, вот получались специфические адреса уже конкретно вот для тех участков кода, которые мы не хотим выполнить. Ну а здесь на самом деле из тех смещений, которые мы передаем уже в рамках пакета, который пришел из UserMod, достаются новые значения регистров EIP и регистров сегмента, и это уже как раз таки обеспечивает нам передачу управления на тот код, который мы и хотим выполнить в рамках контекста этого драйвера. Ну в рамках контекста ядра. Собственно, здесь участок Proof Concept, в котором происходит подготовка всех необходимых структур, которые обеспечат нам работу в соответствии с тем, что было раньше по коду определено. Как вообще отлаживать, ну как отлаживался этот блок, то есть в связке с редебаггером и дебагмодом у VirtualBox, который может нам позволить в рамках, ну отлаживать гостя, то есть мы можем просто остановиться в необходимом месте и отлаживать гостевую операционную систему так же пошагово, с всеми необходимыми брэкпоинтами, посмотреть все значения регистров. Когда просто меняется регистр CR3, это довольно удобно, и функционал отладки VirtualBox гостевой и операционной системы — это полезная фича. Здесь, в принципе, ссылка намного, какие команды, как это правильно сделать в результате. Но, к сожалению, в чем проблема и почему потом дальше будет понятно низкий CWSS score? Прямо где-то в деблях всех этих рождений между инициализациями, закладками значений, подготовками адресов, сегментный селектор того, что мы ему передаем из юзер-мода для того, чтобы он выполнил уже в контексте ядра, последние два бита он меняет как раз таким, то есть, получается, это значение меняется на ring3 с ring0, то есть, и мы таким образом просто не можем его принудительно передать значение нового селектора вот этого сегментного с тем, чтобы он выполнил его в контексте ядра. То есть, таким образом, получается, что мы передаем из юзер-мода в kernel-мод, он нам все это подготавливает, но выполняет в контексте юзер-мода. То есть, по факту, как бы, пруф-лэга особой привилегии для каломатического получения. Собственно, Description от вендора сошлись на том, что DenyMoveService, самая большая проблема, которая может привести к этому, CSS 5.2, ну и, собственно, ссылка на саму публикацию от вендора о патче. Ну и пару слов о том, как всего этого избежать. Потому что эта проблема, на самом деле, ну здесь просто довольно специфический функционал драмер, из моего опыта, это первый раз, чтобы такое проворачивалось. Но всегда все пытаются, вот это уже не первый раз, что зашифровать, и не как-то пытаться аутентифицировать того, кто из юзер-мода обращается к ядру. Это не работает. Потому что всегда можно найти юзер-модное положение, которое умеет обращаться с ядром. Иногда, например, вендора просто проверяют, кто обращается к драйверу через какие-то магические значения, еще что-то, это тоже не работает, потому что, в любом случае, с лео данного это быстро нареверсить, и даже не будете взбираться, как это работает, просто подбегив свой код, ну, участки кода свои, и все заработать. Поэтому, ну, наверное, корректно нужно просто напиливать аксесс-листы к своим драйверам, ну, то есть чтобы к ним не обращались все, кто не в опыте, а корректно понимать, кто должен с ним работать. Ну и, наверное, классическая санитизация данных. То есть нужно обязательно проверять, что вам передают, для того, чтобы не выполнять все подряд. То есть если вы, ну, классический балячик, проверяем, что вы можете записать куда-то не туда, прочитать откуда-то не оттуда. Поэтому, ну, стоит ограничиться теми адресными пространствами, с которыми вы хотите работать, и проверять те данные, как минимум, которые вы хотите записать. Это пошел еще проще. Он просто удалил этот модуль, сказал, что, так как там в легосе функционал, нам это больше не нужно, мы и уходим. Ну, то есть все. Больше этот драйвер не идет в поставки продуктов лаборатории Касперска таким образованием передвижаться. Функциональные возможности свои поправили и замитигировали эту проблему. Дуже как у нас. Все.